Друзья, добрый вечер! Всех приветствую на нашем воскресном вебинаре. Пожалуйста, плюсики в чат, если меня слышно, видно, и мы можем с вами начинать. Так, отлично, благодарю вас, замечательно. Итак, еще раз приветствую вас на нашем воскресном вебинаре, посвященном тени финансовой грамотности, и попрошу, подставьте, пожалуйста, в чате двоечки, если вы на это мероприятие первый раз. Если вы меня видите в первый раз и, в принципе, вот на таком вот воскресном вебинаре присутствуете в первый раз. Будьте добры, чтобы мы примерно понимали, представляли, сколько у нас новичков и в каком режиме нам вести наш вебинар. Отлично, благодарю вас. Давайте тогда я в двух словах представлюсь и расскажу немножко, чему, в принципе, посвящена наша встреча. Меня зовут Гузель, я проживаю в городе Челябинске, являюсь партнером-инвестором технологии, которую, наверное, вы все знаете, это технология Flyway. И мы с моим коллегой, с Виктором Тарасовым, я о нем немножечко позже расскажу, проводим вот такие вот открытые воскресные вебинары на тему финансовой грамотности. Ну, для чего, в принципе, это нужно? Мы все так или иначе, часто или нет, соприкасаемся с таким явлением, как деньги. Вот, и обычно в институте, либо же родители, да, ну, скажем так, не все нас научили, как же правильно и мудро ими распоряжаться. Есть такая восточная поговорка, что зарабатывать это храбрость, копить это мудрость, а тратить это искусство. Так вот, очень бы хотелось, чтобы вот наши воскресные вебинары, которые мы проводим, были такой первой ступенью вот как раз к достижению и первого, и второго, и третьего. А сейчас я представлю своего коллегу, это Виктор Тарасов, человек, который 19 лет торгует на бирже, то есть является профессиональным трейдером, является консультантом таких крупных организаций, как Бербанк, как Банк Открытия, ВТБ-банк. А в текущий момент это также преподаватель Московской биржи, вот, который, соответственно, обучает направление именно трейдерства. Ну, и самое такое, наверное, в данный момент интересное, это конкурсант конкурса, участник конкурса ЛЧИ, который проводит Московская биржа каждый год, ЛЧИ расшифровывается как лучший частный инвестор, с 15 сентября по 15 декабря каждый, в принципе, желающий может вот в открытую на Московской бирже продемонстрировать свое умение по трейдингу, то есть по зарабатыванию денег на рынке, на фондовом рынке, на валютном рынке, на срочном рынке. И Виктор является участником этого конкурса, он уже выступал в 2014 году на ЛЧИ, занял третье, четвертое, ну, там разница была небольшая, места, вот, ну и в текущий момент также является лидером, фу-фу-фу, ну, до конкурса, до окончания конкурса еще время есть, поэтому мы прям-то, ну, очень сильно болеем. В принципе, если как бы интересно, можете даже зайти в гугле набрать ЛЧИ, вот, статистика, и со всем этим ознакомиться. Ну все, я заканчиваю говорить, передаю трубку слова Виктору. Виктор, пожалуйста, к нам присоединись и начнем. Всем добрый вечер, меня зовут Виктор Тарасов, да, то есть я являюсь финансовым консультантом и, естественно, непосредственно трейдером, да, то есть вот Гудель правильно отметил про конкурс ЛЧИ, а на текущий момент в номинации фондового рынка, то есть непосредственно по торговле акциями я иду на втором месте в стране и в глобальном списке, так называемого, всех участников рынка на четвертом. Вот, а в успешном 2014 году, где я был в 3-4 на фондовом рынке, я занял 92 место на общем зачете, сейчас я иду на четвертом месте в общем зачете, ну это так в двух словах про меня, да, то есть имею опыт 19 лет торговли и достаточно большую известность и скандальность с точки зрения, как нужно торговать. Почему скандальность? Потому что очень люблю неправду и очень много ругаюсь с теми, кто, соответственно, делает неправильные вещи и неправильно их пытается донести до людей, да, то есть в основном это происходит на сайтах Smart Lab, так скажем, да. Вот поэтому если вы обо мне увидите какую-то хорошую или плохую информацию, ну, будьте более, не знаю, разумны и смотрите причины, в чем то или иное событие бывает. Виктор, и по традиции этот вопрос я буду на наших сабинарах на воскресе задавать постоянно, да, вот, расскажи, пожалуйста, в своем понимании, что такое финансовая грамотность, нужна ли она современному человеку, насколько нужно на ее знать, ну и, в принципе, с чего это грамотно говорят? Да, у нас это становится уже сейчас как бы визитной карточкой, да, традиционным вопросом, с которым мы начинаем данный вебинар, да, то есть мы уже, как говорится, так, по-доброму смеемся, да, то есть финансовая грамотность, да, то есть это, соответственно, уже, как мы определили, это роскошь, без которой жить, соответственно, уже невозможно. То есть отсутствие финансовой грамотности, это роскошь, которая позволительно, скажем так, немногим, то есть Те, кто могут себе позволить волшебную палочку в мире финансов. Ну, а если, соответственно, уже серьезно все это говорить, то, соответственно, финансовая грамотность – это, по сути, наука о том, как заработанные денежные средства в течение, скажем так, долгого периода времени в жизни заставить работать на вас всегда, на вас, на вашу семью и на ваши будущие поколения. То есть, оказывается, денежные средства имеют отличную способность накапливаться и работать сами на себя. То есть, они сами себя увеличивают, ну, соответственно, делая вас и вашу семью богаче. Так вот, если грамота к этому процессу подойти как можно с более раннего возраста, ну, или, не знаю, своих детей приучить к этому, то денежные средства, которые человек зарабатывает и стремится зарабатывать больше, вполне может хватить на то, чтобы обеспечить совершенно безбедное существование в более взрослом возрасте, ну, и в более пожилом возрасте, соответственно, и так далее. То есть, это наука о том, как распорядиться деньгами так, чтобы их хватало намного дольше, чем в реальности хватает в текущий момент. Есть очень много примеров достаточно богатых людей, которые были богатыми, но по какой-то причине оказались в долговой яме. То есть, это совершенно большая проблема. А есть примеры людей, которые, наоборот, совершенно не были богатыми, но через какое-то время появлялись уже на определенных высотах и на них, соответственно, спокойно удерживались долгие-долгие годы. Вот, наверное, если в двух словах про это финансовая грамотность. Финансовая грамотность, по сути, должна начинаться со школы. То есть, но, ну, не знаю, потихонечку, конечно, внедряют, но почему-то внедряют больше именно со старших классов, и то это делают так более поверхностно, что ли. Ну, или только в каких-то специализированных школах это делают более правильно. А вот именно как общее, соответственно, направление это, соответственно, не делается. Но, я думаю, это не делается по следующим причинам, потому что это невыгодно. Многим совершенно невыгодно, чтобы вы были финансово грамотными. То есть, с теми, кто финансово неграмотен, поступать, обманывать и прочие моменты намного-намного легче. То есть, если большинство населения будет финансово грамотным, это, соответственно, уже не позволит проводить различные обманы, махинации и прочие моменты. Но это, как вы понимаете, не всегда нужно. Да, Гузель? Виктор, расскажи, пожалуйста, следующее. Вот, к примеру, я вот решила заняться вот таким вот направлением. А какие же шаги необходимо в первую очередь присонять для того, чтобы, в принципе, начинать, скажем, инвестировать? То есть, необходимо ли откладывать деньги? Может быть, есть какой-то процент текстированный, либо же, который бы ты рекомендовал в данном случае откладывать? То есть, тоже, поясни, пожалуйста, вот этот момент, ну и плюс, может быть, существует какая-то сумма, которую нужно в 3 месяца для того, чтобы, в принципе, начать вот заниматься инвестированием. Так, Гузель. Ну, смотрите, вот так, чтобы начать финансово грамотностью заниматься вот ни с того ни с сего, наверное, очень сложно. То есть, должен быть какой-то внутренний порыв, который как бы даст вам волю, что ли, к действию. Это вот очень важный момент. А с чего это, по сути, все начинается? То есть, в какой-то момент у человека, не знаю, доходит осознание того, что его финансы – это не стихийные бедствия, да? То есть, а это некая план, некое планирование, некий взгляд в будущее, да? То есть, понять, что мы все хотим выиграть, не знаю, в лотерею, там, или еще что-то, и стать богаче, там, или наследство какое-то получить, и стать богаче, да? Но нужно смотреть правде в глаза, то есть, большинству из нас это не светит, да? То есть, не надо надеяться на какое-то чудо, которое, соответственно, придет. Ну, придет, как говорится, дай бог, как бы это никому не помешает, да? Но нужно надеяться, в первую очередь, на себя, как говорится, да? На бога надейся, а сам не плашая. Вот из этой же области. То есть, если вы хотите жить хорошо сейчас и потом, нужно, соответственно, это каким-то образом планировать. А с чего начинается, по сути, финансовое планирование, финансовая грамотность? Начинается со следующего. Вы должны четко понимать, что денежные средства, которые вы сможете саккумулировать, рано или поздно начнут работать на вас. И чем больше будет проходить время, тем больше они будут работать на вас. А, соответственно, этот процесс имеет начало. Это начало с того момента, как вы этот момент осознали. После того, как вы осознали, вы должны понимать, что процесс финансовой грамотности, финансового планирования и финансовое действие – это совершенно не радостное мероприятие. То есть, это не какой-то концерт праздника, на который вы от души идете, да? То есть, это некие усилия, которые требуются от вас, да? А усилия, как вы понимаете, они совершенно противоречат естественному ходу вещей. Намного легче ныть, говорить, что все плохо, ничего лучшего не будет и ничего не делать. Это самый классный способ. Ну, в идеале, как я шучу, это просто пить пиво на скамейте. Это самый-самый классный способ, да? И через 20 лет увидеть, каким вы стали. Не дай бог, конечно, да? Вот. А если вы, соответственно, серьезно к этому относитесь, нужно в какой-то момент начать действовать. Начать действовать нужно с того, чтобы определить, какие расходы и доходы у вас есть. А мы прекрасно понимаем, что мы недозарабатываем. Это постоянное горе каждого из нас, да? То есть, у кого-то это больше, у кого-то меньше, но это, по сути, финансовое горе, да? А недозарабатываем мы чаще всего по причине нашей лени. Понятно, что мы думаем, что нас не ценят на работе, нам не доплачивают и прочие моменты, но, поймите, если мы являемся наемными рабочими, да, то, соответственно, почему кто-то должен нам доплачивать и делать нас богаче? То есть, чем меньше нам платят, тем, соответственно, они становятся богаче. Тоже совершенно логично, нормально в рамках капитализма. А что необходимо делать? Ну, как минимум, как минимум, всегда можно найти так называемый, ну, не знаю, на русском звучит это колым, да? То есть, всегда можно найти подработку, которая обеспечит дополнительный доход. Вот. Ну и, как правило, она требует, естественно, больше времени и меньше времени лежания на диване, либо плевания в потолок. Не всегда комфортно, потому что плеваться в потолок и обсуждать, какие все хорошие и плохие вокруг, это, естественно, куда интереснее, чем работать и зарабатывать денежные средства. Притом, всегда можно сказать, что, да, я живу один раз и лучше ничего не буду делать и буду ныть, чем, соответственно, что-то буду делать и ныть не буду. Вот. А подсознательно мы все привыкли себя жалеть. То есть, вот вспомните, пожалуйста, ситуацию. То есть, а кто любит родственников, которые добились успеха? Да никто не любит. Все любят, соответственно, кого? Родственников, которые живут хуже вас. Почему? Их можно, во-первых, жалеть, можно жалеть какие-нибудь неудачники и, по сути, там, какими-то простыми способами им помогать и чувствовать себя героем. Да? А вот хороших, обеспеченных родственников любят мало народу. Почему? Потому что вызывает зависть. Вот. Так вот, чтобы с этой проблемой справиться, нужно, во-первых, захотеть стать лучше. То есть, нужно посмотреть свои скрытые резервы по поводу увеличения заработка. А они обязательно есть. Вот уверяю, вот нету таких людей, у которых нету резервов по увеличению заработка. И этой ситуации, вопреки, лени, нужно воспользоваться. Это первое. Во-вторых, нужно попытаться рационализировать ваши затраты. То есть, понять, куда вы денежные средства тратите и от чего в той или иной степени можно было бы отказаться, либо сократить. Не надо это делать ни в коем случае кардинально, но каким-то образом на 5-7% в месяц вполне можно сократить некие ненужные расходы. Вот. Ну, или если вы уж совсем не хотите их сокращать, это тоже ваше право. По крайней мере, систематизируйте их и понимайте, как они у вас сформируются. Но дополнительную доходную часть обязательно нужно составлять. Составлять ее нужно не для потребления, ее нужно составлять для накопления. А для чего? В первую очередь, вам необходимо избавиться от всех действующих кредитов, которые у вас существуют. Это первое. А кредиты могут остаться только те, которые на бизнес. Вот если у вас кредит связанный с бизнесом и действительно бизнес рабочий, это нормальный вариант. Если у вас кредит по ипотеке, вы его равномерно платите по нормальным ставкам, тоже, наверное, все нормально. Если у вас потребительские кредиты, автокредиты или какие-то кредиты, еще на что-то, это зло. От этого зла нужно по возможности избавляться. Это первое, что нужно сделать. По мере того, как вы избавились от кредитов или удешевили их, скажем так, обслуживание, то есть перевели их в другие банки, где ставки ниже. То есть, если вы хорошо платите, значит, обязательно существуют банки, которые готовы вас перекредитовать под более низкие условия. Ну, либо вы должны выбрать условия, момент, когда можно перекредитоваться в банке под лучшие условия. Как правило, когда нет экономического кризиса, условия перекредитования обычно достаточно хорошие. Я даже в городе много раз видел различные рекламные растяжки банков, которые предлагали перекредитоваться надежным заемщикам под более низкие ставки. То есть, ни в коем случае у дорогих банков обслуживаться не стоит. Просто, в принципе, не стоит. Далее, когда вы избавляетесь от всех кредитов, вам нужно накопить примерно 6-месячную-12-месячную подушку безопасности. То есть, вам нужно представить такую ситуацию, что если вы не будете работать в течение 6-12 месяцев, а жить вы сможете точно так же, как жили. Если вы свои затраты рационализируете, вы будете знать, если не дай бог такое произойдет, от чего в этой ситуации можно безболезненно отказаться. То есть, не изменив, по сути, свой образ жизни. То есть, нужно в образ жизни вести более здоровый, чтобы больше пробежек было, больше на свежем воздухе и прочих моментах вполне можно нормально рационализировать. Дальше. А когда вы создаете подушку безопасности, равную 6-12 месяцев вашего заработка, это не надо процесс делать за 2 дня, чтобы самим себя не съесть, не пересилиться, перенатуриться. Это можно делать достаточно рационально в течение нескольких лет. По мере накопления этих денежных средств вы увидите очень интересную закономерность. Чем больше вы денежных средств копите, тем вам это становится все интереснее, интереснее и интереснее. И если ваши расходы действительно рациональны, вы действительно способны уменьшить затраты и действительно немножко увеличить доходы. После того, как вы этот момент сделаете, накопите данную сумму, у вас возникнет совершенно нормальная потребность, как эти денежные средства теперь приумножить. Потому что задача их сохранить уже не самая будет актуальная. Почему? Вам нужно создать не только финансовую подушку безопасности, но и сделать, чтобы эти денежные средства в будущем работали на вас. А банковский депозит для сохранения денег от инфляции подходит отлично. Он действительно сохраняет денежные средства на грани от инфляции. Инфляция и банковский депозит примерно сопоставимы. Но цель именно зарабатывания и накопления капитала как такового, то есть с учетом инфляции, покупательной способности денег не происходит. А с этой целью вам необходимо уже выбирать более рискованные и более интересные проекты. Этими проектами может быть огромное количество различных вариантов. Это могут быть, соответственно, от какого-то бизнеса, от занимания трейдингом, от занимания расставщичеством. Это могут быть какие-то инвестиционные интересные проекты. Ну и, соответственно, это могут быть скандально известные в интернете варианты. То есть Форекс, соответственно, бинарные опционы, ставки на спорт и прочие моменты. Понятно, что от Форекса, бинарных опционов и ставок на спорт вряд ли вы добьетесь положительных результатов. А вот трейдинг, расставщичество и хорошие инвестиционные проекты вполне нормальный способ преувеличения своего копия. Виктор, вот ты сейчас, собственно говоря, в разговоре озвучил по поводу Форекса, да, что вряд ли там может быть что-то интересное. И при этом упомянул слово трейдинг. Просто вот у человека, который с этим не сталкивался, не совсем есть понимание, чем же отличается тот же трейдинг, о котором ты говорил, от непосредственно Форекса. Да, это очень важная тема, да, то есть я 19 лет занимаюсь, соответственно, торговлей, да, то есть и уже достаточно четко вижу, как это все происходит, да. То есть в интернете в нашей жизни огромное количество различных Форекс-компаний. Большинство это Форекс-кухни. Принцип очень простой. Они заманивают ваши денежные средства в компанию. Эти денежные средства, как правило, за рамки компании не выходят никуда, да. Вам рисуют совершенно непонятные неправильные графики, на которые вы ориентируетесь и вам объясняет, почему вы эти денежные средства проиграли. А что бы вы ни делали, вы все равно эти денежные средства там проигрываете. А если вы сами не умеете торговать, вам, естественно, находят классного управляющего, который до вас всем заработал миллиарды. Всем. Себе миллиард заработал, соседу миллиард заработал, ну все, то есть все вокруг миллиардеры будут. Это вот однозначно просто, да. И вот вы наконец приходите, чтобы стать миллиардером, и именно ваши денежные средства в этот момент проигрываются. Понятно, что эти денежные средства никто не проигрывает, просто они в компании, и вам показывают то, что как будто бы вы их проиграли. Вы их проиграли, соответственно, пытаетесь что-то кому-то доказать, ищете пострадавших, ищете, соответственно, тех людей, кто вас поддержит, пишете на разных сайтах, ресурсах. Но совершенно, как вы понимаете, вы в этом плане одиноки. Почему? Потому что такие же, как вы, очень много, они уже отчаялись кому-то что-то писать, кому-то что-то доказывать. А в судах им обычно отказывают, потому что к форекс-компаниям обычно суды не принимают свои возражения. Потому что форексники, форекс-кухни научились оформлять документы и дела таким образом, что они вам ничего не должны ни при каком раскладе. То есть все, что вы сделали, вы сделали совершенно добровольно, по собственной глупости. Это, как правило, в суде так и озвучивается. Я несколько раз был на таких судах, я видел решения, я видел слезы тех, кто, соответственно, складывал денежные средства, давал их доверить на управление, и потом же, ну как же так? И мы говорим, ребят, вы читайте, что вы пишете. А вот те, кто в форекс-компании, довольно счастливые, выходили из зала сюда, спокойно садились на дорогие машины, показывали факт вслед тем, кто на них подавал эти, и уезжали. Совершенно безнаказанно. Поэтому, если вы не хотите повторить участь этих несчастных людей, пожалуйста, на форекс-кухни вообще не лезьте. Сами не заработайте, и людям, соответственно, не доверяйте денежные средства в управлении. Вам обязательно эти денежные средства проиграют. Все, что вам скажут по поводу, что кто-то где-то заработал, это неправда. Это только рекламный обман для того, чтобы привлечь именно ваши денежные средства. В любой форекс-компании вас изначально держат за дебилов. Вы в этот момент должны четко понимать, вам нужны денежные средства, им нужны ваши денежные средства. Поэтому поймите, они свою задачу выполнят раньше, чем вы захотите выполнить свою. Форекс-кухня – это закрытая тема, даже не подходите. А эти, давайте так скажем, с позволения компании, сейчас безостановочно работают в интернете, и уже достаточно хорошая у них база данных, они наверняка знают ваши телефоны, но мне, по крайней мере, постоянно звонят и предлагают финансовые рынки. Звонит какой-нибудь такой четко поставленный голос, то есть голос такого, не знаю, миллиардера. То есть он звонит и говорит, Виктор, хотите я вам расскажу про рынки? Я говорю, ну интересно, расскажите мне про рынки. У нас есть возможность зарабатывать. Да, я говорю, как же это вы имеете возможность зарабатывать? Мы работаем на международных рынках. То есть все, вот эти слова услышали, все, бросайте сразу трубку. Можно с матом бросать, можно без мата, как хотите. Дальше с ними вообще не общайтесь. Их задача – вас вытянуть на разговор. Вот, вот, чем дольше вы с ними разговариваете, тем, соответственно, больше попадаетесь в их сети. Они обязательно найдут способ, как ваши денежные средства вымыть. Они в этом уже обучены, они обладают отличной на ЛП способностью. Вот, то есть принцип такой, два слова сказали, до свидания и трубку ложь. Они перезванивают, перезванивают, можете еще раз взять трубку, еще раз сказать что-нибудь такое простейшее и положить трубку. Все, больше трубку вообще на эти звонки не берите. Можете в черный список сразу поместить и забыть. Вот, это самый простой способ. Они хуже цыганей, понимаете. Вот, от цыганей еще можно как-то отвертеться, от этих козлов вообще невозможно открутиться. Просто до последнего будут доставать. Это первая рекомендация, которая есть, да. Вот, на фондовом рынке вы работаете с настоящими реальными брокерами. А цель брокера, в отличие от Форекс Кухни, не забрать ваши денежные средства. Нет, у брокера ни в коем случае такой задачи не стоит. Цель брокера – зарабатывать на вас на комиссии. То есть, брокеру нужно, чтобы вы работали как можно больше и платили комиссию. Вот единственная цель брокера. В идеале, портрет, соответственно, клиента брокера – это тот, у кого много денег, кто активно торгует, и тот, кто приносит отличную комиссию. Ваш заработок, проигрыш или, ну, не заработок, не проигрыш, брокера совершенно не интересуют. Даже брокер больше заинтересован, чтобы вы деньги не проигрывали. Но этот момент уже невозможен. Почему? Есть определенные законы рынка. То есть, еще раз говорю, цель брокера – не ваши деньги, а ваша комиссия, которая идет с вашего оборота. Поэтому брокер ни в коем случае напрямую не заинтересован в вашем проигрыше. Это вот основное явление. Плюс брокеры редко, когда звонят и говорят, что, блин, вот мы вам сейчас расскажем, как зарабатывать можно. То есть, они обычно что делают? Они приглашают на нормальные бесплатные семинары, вебинары, там, прочие моменты. То есть, рассказывают про рынок. То есть, они пытаются вам понравиться и привлечь к тому, чтобы вы стали их клиентами. Это нормальная, правильная, конкурентная борьба за клиентов. То есть, ничего плохого здесь совершенно нет. То есть, они стараются сделать, чтобы вы стали их клиентами. Это вполне нормально и правильно. А вот уже что делать, торговать, не торговать и чем торговать, это уже решаете вы. То есть, нормальные брокеры – это классические брокеры, такие как «Открытие», «БКС», «Финам», «ВТБ», «Сбербанк», «Церих», «АйТи Инвест». То есть, брокеров, на самом деле, немало. Ну, вот я первую пятерку назвал как наиболее таких надежных, стабильных. То есть, в принципе, хороших тоже достаточно много. Все эти брокеры отличаются тем, что они имеют филиалы. О них можно почитать отзывы в интернете. Они подчиняются непосредственно Центральному банку Российской Федерации. Раньше это была ФСФР, то есть, Федеральная служба по финансовым рынкам России. Теперь они непосредственно подчиняются Центральному банку. И самое главное, все ваши операции, которые вы через них совершаете, облагаются НДФЛ. Понимаете? Они законопослушные организации. А Форекс Кухни налогов никаких не платят. И первым, чем обманывают клиентов и привлекают клиентов, говорят, никаких налогов платить не надо. Человек слышит, никаких налогов платить не надо. О, классно. Это, наоборот, зло. Если налогов платить не надо, то и суды никогда не примут, соответственно, ваши возражения к ним. То есть, понимаете, вы сразу становитесь на сторону зла. Ну, так, грубо говоря, да. А кто же будет принимать решение в вашу сторону, если вы стали на сторону зла? То есть, вы как бы хотите обмануть государство, не платить налоги, да, и потом же хотите, чтобы государство вас защищало. Государство защищать вас не будет, да. Возможности по отбиванию вне судов у них огромные. То есть, наехать на них не удастся, сразу говорю. То есть, у них свои, как бы, защитные структуры тоже крайне серьезные. Поэтому самый лучший способ с ними тупо не связываться. И все. А они, кстати, за вами бегать не будут. Почему? Потому что они будут искать других долбоебов, которые, соответственно, с удовольствием им свои денежные средства принесут. Ну, вот, наверное, так вот. Если совсем просто. Извините, пожалуйста, что я этот момент с матом сказал, но я это искал именно для того, чтобы вы поняли, насколько это серьезно. Я просто еще раз говорю. Я видел много людей, которые проигрывали суды, плакали, расстраивались и искали правду. Правду надо искать до попадания в эту глупость. До попадания в эту глупость. А в Сбербанке у нас была такая ситуация, когда пришел дедушка, ну, не знаю, лет 70, наверное, да? И кричал, помогите мне, пожалуйста, я в Форекс-компанию завел, там, не знаю, 15 тысяч долларов. Не знаю, там всю жизнь копили эти денежные средства, а моя бабушка об этом не знает. Если она об этом узнает, она получит инфаркт. Все, дедушка, пи. Все, дедушка, пи. Вот. Так вот, этот момент нужно знать до того, как вы в это попали. Никогда не лезьте, не посоветовавшись нормальным финансовым консультантом в любую схему. Никогда. Виктор, благодарю за такое подробное объяснение этой темы. Потому что действительно актуальная тема, тем более не во время, да, когда в интернете куча предложений, информация распространяется в скорости света, ну и, соответственно, такие моменты тоже имеют место быть. А следующий вопрос, который я хотела бы тебе задать, касается уже непосредственно инструментов, которые есть на бирже. Это, допустим, тот же валютный рынок, да, операции с валютой. Это фондовый рынок, соответственно, операции с уже существующими, акциями уже существующих компаний, да, которые, вот, торгуются. Ну и дополнительно это срочный рынок, те же самые фьючерсы и акционы. А вот расскажи, пожалуйста, насколько, скажем, какими первоначальными, может быть, знаниями стоило бы обладать, прежде чем, опять же, вот, лезть вот в эту... Есть, в принципе, две возможности. То есть первая возможность, это, соответственно, доверить деньги профессионалам, кто работает на рынке через организации официальные, да, то есть официальные, соответственно, брокеры, да, вот. А лучше сделать, конечно, это с небольшой суммой, да, допустим, те же паевые инвестиционные фонды, да, то есть те же негосударственные страховые фонды, да, то есть, или, соответственно, доверить на управление от самого брокера. То есть небольшая сумма для того, чтобы просто познакомиться с рынком и посмотреть, как этот момент происходит, то есть, как работают ваши денежные средства, как вам денежные средства зарабатывают или проигрывают, и вообще просто, ну, ознакомиться с этой ситуацией. Это первое. Второй, более хороший способ, это, наверное, научиться самому рынком заниматься и разбираться в рынке, да, вот. А для того, чтобы научиться разбираться в рынке, нужно, соответственно, наверное, да, либо самому набить шишек, что тоже, в принципе, вариант, я вот, к сожалению, так делал, да, вот, либо, соответственно, обучиться у нормальных трейдеров, Которые сами работают и умеют зарабатывать То есть первая задача найти таких трейдеров, кто умеет зарабатывать и готов обучать Второе, от брокеров, но еще в идеале и от биржи получить подтверждение, что это действительно те люди Ну и дальше, соответственно, разобраться с пониманием торговой системы, принципов, на которых работает биржа Ну и дальше самому уже можно работать Возможности биржи предоставляют огромные Во-первых, она предоставляет возможности на валютном рынке То есть это уже не форекс, это уже официальный будет рынок валюты На бирже он называется селт То есть там торгуется доллар-рубль-таморов и доллар-рубль-том-таморов и тот-тодей То есть сегодня Есть возможность торговать евро, есть возможность торговать другими валютными парами На самом деле возможности очень много Евро-доллар тоже, кстати, там существует Самый большой спрос от клиентов, вот когда я работал в Сбербанке, был, конечно, на доллар-рубль То есть здесь люди очень много спрашивали, думали по поводу того, когда валюту покупать, когда валюту не покупать Что делать с валютой, которая есть, то есть где надо уменьшать, позиции добавлять То есть нормальная, хорошая работа с валютой. Валюта – это, как правило, самый понятный человеку инструмент. Почему? Потому что мы всю жизнь живем в пространстве, где речь идет тем иным образом о долларе или о евро. Поэтому если еще технически научиться грамотно торговать валютой, то это будет намного лучше, чем если вы совершенно это не умеете делать. Плюс через биржу есть возможности очень сильно экономить при покупке и при продаже. Почему? Потому что в обменных пунктах банков, естественно, стоят очень дорогие спреды, большие спреды. То есть банк на этом зарабатывает, зарабатывает на вас. Если зарабатывает на вас, как вы догадываетесь, вы на этом проигрываете. Через биржу можно совершать это намного дешевле, но и намного более правильно. В крайнем случае валюту всегда на бирже можно хранить, что тоже намного проще, надежнее, чем дома. Вам, по большому счету, валюта нужна только для отпуска или каких-то контрактов. То есть через биржу можно, по сути, совершать все операции. Покупка валюты вовремя, продажа валюты вовремя и, соответственно, сохранение валюты на вашем брокерском валютном счете. То есть все совершенно нормально. Такие же отличные возможности есть по торговле любыми фьючерсами, но это уже более сложные инструменты, там надо учиться уже побольше и подольше. Ну и торговля акциями. То есть торговля акциями, на первый взгляд, кажется, очень простой, купил акцию, заработал, но на самом деле также нужно учиться. Почему? Чтобы что-то сделать хорошо, в любом случае нужно что-то учиться. Самый простой способ вначале учиться на бесплатных курсах брокера. Брокеры очень охотно в целях рекламы рассказывают начальные знания про трейдинг, то есть про возможности на бирже. Я очень рекомендую вам на эти курсы сходить. На бесплатный курс у брокеров вполне нормально, можно сходить. А вот дальше уже главное, если вы решите этим заняться, обучение нужно проходить у профессиональных трейдеров. Не тех, кого вам, грубо говоря, сразу скажут брокер, а именно профессиональных трейдеров. То есть может и брокер, конечно, посоветовать, это вполне нормально, но вы должны найти дополнительное подтверждение еще в 10 источниках, что это действительно нормальный трейдер. Ни в одном источнике, ни в двух, а в 10. На полном серьезе. Вот если вы эти все моменты получите, тогда, соответственно, наверное, обучение имеет смысл. То же самое под видительным управлением. Если кто-то готов вашими денежными средствами управлять, вы должны очень четко у брокера, а в интернете посмотрите обязательно, что это за человек, как он управляет и прочие моменты. В первую очередь ищите негативные отзывы, с этого надо начинать. Но опять же, читайте, на чем основаны эти негативные отзывы, потому что очень много таких конкурентов, которые друг друга просто ругают. Нужно некую такую золотую серию. Виктор, благодарю тебя. И хотелось бы также услышать свое мнение и свою историю касательно следующего. А вот, можно сказать, два с половиной, да, даже чуть больше лет назад вот на рынке, да, в интернете появилась возможность тоже очень интересная, связанная с перспективной технологией, да. Вот. Ну и разумеется, быть частью действительно чего-то большого, великого. Я имею в виду вот непосредственно тот проект, в котором мы оба принимаем участие. Вот. Я хотела бы, чтобы ты немножко рассказал, в принципе, о своем мнении по поводу технологии SkyWay. Рассказал, на что ты обратил внимание, когда принимал решение. Рассказал минусы, которые ты видишь, плюсы, которые ты видишь. То есть вот непосредственно свое видение вот данного направления. Ну, во-первых, скажу, этот проект мне нравится. Это первое, что я могу по нему сказать, да. То есть самое важное, то есть нравится это уже по сути на уровне интуиции, да. То есть я имею достаточно большой опыт различных финансовых решений, да, финансовых вложений, поэтому достаточно неплохо разбираюсь, где говно, а где, мы скажем так, изюминка, так это, я не знаю, как назовите, как хотите, да, то есть где жемчужина, да. Вот, а первое, что интересно найти в любом проекте, будь то SkyWay или даже другой проект, не принципиальный, да, это его экономическую социальную значимость. Вот, смотрите, Форекс, почему на Форексе нельзя зарабатывать? Форекс это отбирало денег одних у других, да, вот. Как на этом можно стать богатым? Ну, только если вы, соответственно, сами организуете Форекс. Вот, вот. Вот, что такое любой хороший инвестиционный проект? Это значит, этот проект нужен для общества, понимаете, он назрел и он готов для того, чтобы воплотиться. Будет ли это организация SkyWay воплощать этот проект, либо какая-нибудь, не знаю, мифическая компания там USA Open, да, то есть это уже так, образно говоря, это уже не важно. Вот, в данном случае данным проектом занимается компания SkyWay, System Group, да, вот. А что это такое? Все прекрасно знают, что логистика управляет миром, да, то есть от того, как мы научимся качественно, быстро и грамотно доставлять товары в ту или иную точку, соответственно, зависит успех той или иной компании, да, вот. А все прекрасно знают, что скорости, которые существуют на текущий момент, да, совершенно не идеальны. И если в самолетах и в прочих летательных техниках они более-менее достойны, да, то то, что движется, соответственно, по земле, вызывает больше, не знаю, жалость, чем, соответственно, зависть, да. Вот, я не знаю, как вы ездили, не ездили на поездах, но я ездил на поездах, и мне всегда казалось, блин, они двигаться быстрее могут или это, как говорится, судьба навсегда, да, вот. И вот сейчас, соответственно, появляется технология, которая хочет нормальным образом, своевременно, еще раз подчеркиваю, да, то есть то же самое сделать там 20 лет назад было просто невозможно, да, вот, а своевременно улучшить. У нас есть отличные примеры, как увеличиваются скорости в Японии, как увеличиваются скорости в Китае, как у нас увеличиваются, кстати, скорости, а тот же Сапсан, допустим, пример, да, то есть вот совершенно недавно, нельзя было даже себе представить, что можно с таким комфортом ездить, соответственно, вот в поездах, да, вот. Теперь это становится реальностью, так вот, все, что это делается, это как раз одна из ступенек в продвижении скорости, да, так вот, компания Skyway, продвигая, соответственно, свой продукт, свою технологию, соответственно, хочет сделать эту скорость еще более рациональной, еще более быстрой, еще более правильной. Понятно, что есть так называемые ограничения, соответственно, в городе это определенной скорости, на межгородских трассах, так, в межстрановых трассах, это тоже все понятно, да, но в любом случае скорость возрастает в несколько раз. Есть, естественно, исследование, что если увеличить скорость даже на несколько процентов, да, экономический товарооборот в мире увеличивается, соответственно, на большее количество процентов, то есть эластичность положительная. Вот, ну, а здесь, как бы, процесс идет, соответственно, о несколько кратном увеличении. Понятно, что за собой это повлечет очень много моментов. Вот представьте такую ситуацию, а почему мы покупаем, не знаю, жилье ближе к городу, ближе к детскому саду и прочим моментам? Потому что добираться до работы, добираться до детского садика или школы нужно время, да, стоять в пробках, прочие моменты и так далее. Вот представьте, если, соответственно, двигаться до цели, вам пришлось бы очень быстро, да, то есть хотели бы ли вы жить в более комфортных условиях? Конечно, а это, соответственно, уже загород и прочие более интересные моменты, да, то есть та же идея линейного города меня просто совершенно воодушевляет, а я прекрасно понимаю, что это всего лишь составная часть проекта, да, то есть по мере реализации тех схем, которые будут сделаны в Skyway, соответственно, идея линейного города будет реализовываться, да. Она может реализоваться не так красиво, как это, соответственно, там все написано, да, потому что там, ну, безумно просто классно это все показано, да, вот. Но даже, не знаю, если в три, в четыре раза это сделается хуже, чем там написано, это будет просто бомба, просто реальная бомба, да. Просто мы сейчас в таком говне живем, по большому счету, да, что увеличение его в несколько раз – это совершенно нормальное явление. Вот если мы будем жить в идеальных условиях, там, конечно, улучшит что-то, будет тяжело, но мы на самом деле живем в таких слабых, плохих условиях, что, как говорится, улучшай, улучшай, улучшай. То есть одно только жилье, что у нас стоит, да, то есть вот вы посмотрите наши панельные дома, это просто какая-то катастрофа, вот. Ну, это я так уже говорю, то есть как минимум можно будет строить намного лучшее жилье и намного в более хороших местах, вот. Ну, а, соответственно, технологии Skyway как раз этому способствуют. Я уже совершенно не говорю про то, что я знаю ситуацию Анатолия Эдуардовича, соответственно, да, то есть которую он рассказал по поводу Spaceway, да, то есть его вот состояние по поводу Чернобыля, все этих моментов, это вызывает только вот нормальное человеческое, не знаю, уважение, да, и зависть, что такие люди, соответственно, существуют и радость, что мы с ними живем в одном времени, да. То есть, ну, я понимаю, что в каждом времени есть свои герои, да, то есть, ну, вот, соответственно, Юницкий, наверное, является героем нашего времени с текущего, это можно сказать. Я это на полном серьезе говорю, то есть и так вот очень рад, что я, ну, не знаю, лично этому человеку жал руку, вот. А дай бог ему удачи в продвижении данного проекта, да, то есть я в данном случае уже даже про Spaceway даже больше говорю, да, то есть, но, как вы понимаете, чтобы добраться до Spaceway, сначала нужно осуществить проект именно Skyway, да, то есть это такой промежуточный, но очень важный шаг к исполнению его мечты. Не знаю, хватит ли лет жизни, соответственно, Юницкому, чтобы это все осуществить, просто это настолько глобальный и серьезный проект, да, то есть, но считаю, что при жизни Юницкий вполне достоин и заслуживает того, чтобы его детичье Skyway было реализовано, да, то есть, ну, и я совершенно, как сказать, всей душой хочу, чтобы те моменты, которые делают Юницкие команды, соответственно, ими мог пользоваться и я, и мои дети. Желательно уже дети, то есть не обязательно там пра-пра-пра-правнуки, хотелось бы, чтобы дети. Я понимаю, что через пару поколений, соответственно, и, как говорится, и без Юницкого это сделать, но хотелось бы, чтобы это при нас это все было сделано, и мы тоже могли этим попользоваться, да, то есть попользоваться достаточно хорошо. То есть, я прекрасно понимаю, что мир движется в этом плане по, ну, скажем так, по экспоненте, да, то есть, ну, а время нашей жизни, к сожалению, линейно. Поэтому хотелось бы, чтобы при нашей жизни мы могли этими моментами уже воспользоваться и увидеть. Все-таки вот очень бы в этом плане хотелось. Я вижу социальную полезность этого проекта, я вижу ее нормальную реализуемость абсолютно. Еще говорю, в чем я не разбираюсь? Я не разбираюсь в инженерных конструкциях. На это есть другие специалисты, которые должны давать либо положительные, либо отрицательные характеристики. Это уже не моя тема. Я вижу именно экономический и финансовый смысл этого мероприятия. Я изо всех сил желаю, чтобы быстрее прошла сертификация и прочие моменты. И совершенно не хочу, чтобы быстрее прошла IPO и выход, соответственно, компании на биржу. То есть я хочу, чтобы здесь сверхрациональная компания сделала все, что нужно. И своевременно, не знаю, года через два, через три благополучно вышла сначала на российскую, потом, наверное, на международную уже площадку. А вот самой сертификации и внедрению самой технологии я желаю просто всяческих успехов. И каждый день, соответственно, надеюсь, что мы на день ближе к этому, соответственно, событию уже приходим. И в следующем году, либо через год мы увидим очень большие простые, практические решения, которые позволят нам чувствовать себя лучше. Вот знаете, даже для примера, после троллейбуса, когда маршрутку изобрели, стало реально добираться быстрее до работы. Но я не говорю про машины, машины понятны, что это свои темы. Я просто про транспорт. Представьте, теперь будет что-то кардинально лучше маршрута. Кардинально. Вот без этих сумасшедших людей, которые за рулем этих маршруток сидят, совершенно нормальная ситуация станет. Ну, блин, я не знаю, даже по-простому это совершенно понятно. А возможности, которые будут синергично связаны с этим проектом, они просто огромны. То есть скорость дает просто колоссальные возможности. Виктор, я благодарю тебя за то, что ты озвучил непосредственно свое мнение по данному вопросу. И вот ты сказал по поводу того, что очень бы как инвестор не хотел, чтобы компания быстро вышла на IPO. Просто читая, допустим, многие чаты, да, наоборот, очень многих интересует, точнее, желание, чтобы как раз произошло обратное. Вот мог бы ты раскрыть именно вот свое мнение по данному, то есть почему ты озвучил, чтобы ты как инвестор, именно как инвестор, не хотел бы, чтобы компания быстро вышла на IPO. Виктор? Да, Гузель, смотрите, какая простая ситуация. Чтобы выйти на IPO, особого ума не надо. То есть это можно сделать достаточно быстро и совершенно глупо. А чтобы выйти на IPO, нужно, чтобы компания соответствовала идеальным требованиям. То есть нам нужно так, чтобы компания вышла на IPO и в этот момент акции компании были востребованы мировыми фондами. То есть если они будут востребованы мировыми фондами, им это обеспечит поддержку и есть возможность, возможность, да, после небольшой коррекции, после начала торгов, но это неизбежно всегда так происходит, да, вот, обеспечить более долгосрочный, не сильно растущий, но тренд вверх. То есть компания закрепляется на мировом рынке и, соответственно, начинает двигаться в направлении развития. Это нужно сделать своевременно. Чтобы выйти на IPO, нужно грамотно подбирать момент выхода. А чтобы соответствовать нужным требованиям, соответственно, нужно все это заранее подготовить, сделать, оттестировать, проверить, проговорить со специалистами, подобрать грамотный момент выхода и сделать выход. То есть просто по принципу дай-ка я выйду на IPO, это обычно добром не заканчивается. У нас есть очень много примеров, ну, естественно, более мелких компаний, которые выходят на IPO, а потом являются неким позором на бирже, да, вот, вот такого нам не надо. То есть проекты надо делать как можно быстрее, как можно качественнее, а вот выход на IPO нужно делать как можно медленнее, как можно более продуманно, да. Ну, естественно, совершенно было бы золотом, совершенно было бы золотом, да, чтобы к моменту выхода компанию на бирже, да, у компании уже работали адресные проекты. То есть адресные проекты просто кардинально, кардинально улучшат отношение компании во всем мире. То есть прекрасно, мы являемся акционерами компании, мы как бы верим в нашу компанию, желаем ей успеха, но это, поймите, не одно и то же в мире. То есть то, что мы любим себя, это совершенно не означает, что нас все любят в мире вокруг. У нас есть конкуренты, у нас есть те, кто в нас не верит, это тоже совершенно нормально, и они тоже имеют на это право. Мы, соответственно, должны что делать? Мы должны планомерно им доказывать и всем вокруг, что мы являемся действительно хорошей компанией и достигнем успеха. Потому что успех в бизнесе, по сути, это успех всех людей, всех семей, которые в этот проект поверили и в этот проект вкладывают денежные средства. Еще говорю, я испытываю огромные надежды на начало процесса реализации адресных проектов. Вот, это вот моя просто, вот, знаете, тот момент, когда это начнется, наверное, будет, ну, не знаю, вторым чудом света. Вот, это вот, наверное, то, что я хочу. Ну, а сейчас есть плановая стабильная работа, которая требует, соответственно, что? Требует показа, показа, показа готовых конструкций, готовых моделей, да, то есть, ну и, соответственно, все ждем сертификацию и дальнейшую реализацию проекта. Да, то есть, привлечение крупных инвесторов, крупных фондов уже непосредственно в реализацию самого проекта. Ну, и потом, соответственно, по адресным проектам, я тоже думаю, спрос будет со стороны людей достаточно большой. Я, вот, допустим, сам буду с удовольствием подбирать многие адресные проекты и непосредственно не просто вкладываться в них, но и советовать еще и тем, с кем я этим занимаюсь. То есть, своим трейдерам и своим знакомым, кто это делает. То есть, в адресные проекты вкладываться будет намного проще. Почему? К этому моменту компания достигнет огромных уже успехов. До этого момента, по сути, проект является венчурным. То есть, вы несете определенные риски, новизны и прочих моментов, да. С момента, когда пойдут адресные проекты, вы, по сути, уже ничем не рискуете вообще, как таковое. Ну, говорится, дай бог быстрее компании до этого момента дойти. Естественно, у компании есть сложности, да. В чем заключалась первая самая большая сложность? Я считаю, что самая большая глупость, которая только могла быть в рамках компании Skyway, это, соответственно, деятельность через прибалтику. Это вообще просто катастрофическая была глупость. Я не знаю, как так могло произойти, но это была просто катастрофическая глупость. В моем понимании, может, я не прав. Я, конечно, думаю, что я точно прав, но чисто теоретически я мог быть не прав. А Прибалтика совершенно не подходила для этого. Все разговоры по поводу выхода в Европу через Прибалтику я считаю совершенно неправильными. А вот то, что сейчас это происходит через Белоруссию, это идеально просто. Белорусы в этом плане. Если кто-то нас в мире еще любит, кроме нас самих, это, наверное, Белоруссия. Все. Вот я это, наверное, так считаю. И вот, соответственно, реализовать этот проект через государство, где у руля находится Лукашенко, наверное, наиболее правильный вариант. Кто бы как бы к нему не относился, но его любовь к своему государству, наверное, наибольшее. Но это мое личное мнение, здесь спорить как бы не буду. Я просто видел этих сумасшедших европейцев, которые есть. Ну, блин, далеко не тот идеал, которому нужно стремиться, я считаю. Ну, ладно, это детали. То есть, я считаю, что проект, связанный с Белоруссией, это наиболее правильное движение. И время, когда мы подходим к реализации этого проекта, тоже, естественно, подошло. Я понимаю, что ученый Юницкий с удовольствием бы это сделал бы еще и 20-30 лет назад. Но общество и технологии на тот момент совершенно были к этому не готовы. Нельзя было запускать суперпроект Skyway до момента появления Сапсана. Ну, просто нельзя. Понимаете? То есть, Сапсана это как бы первая ласточка, которая показывает, как мы будем жить в будущем. Понимаете? А теперь, соответственно, Skyway очень совершенно в тему, и он уже вполне приемлем людьми. И он уже будет действовать. Да, Сапсана, я считаю, это просто было, ну, не знаю, как сказка какая-то читалась, что ли. А теперь время настало и вполне нормально это реализовать. Сколько времени пройдет на реализацию, это в данном случае не принципиально. В любом случае, это произойдет в ближайшее время, в ближайшие годы. Ну, а здесь, я говорю, нужно все это делать теперь и реализовать. То есть, теперь уже достаточно большая ответственность в реализации этих проектов лежит на самой команде. То есть, они пообещали, они это делают, да, и самое главное, чтобы они теперь планомерно продолжали этот момент делать. То есть, мы каждый раз ждем и гордимся то, что они делают. Самое главное, чтобы они теперь на этом не останавливались. Почему? Потому что, наконец-то, проект подошел к той фазе, где останавливаться нельзя в принципе. То есть, еще одну такую прибалтику уже никто не простит и никогда уже не изменит. Поэтому, вот в этом духе ошибок уже допускать просто нельзя. То есть, сложились все абсолютно условия для того, чтобы данный проект удачно реализовался и принес своим инвесторам экономическую, социальную выгоду. Еще раз хочу отметить, я не являюсь сторонником того, чтобы получать от проекта космические доходности. Я в здравом уме и к этому отношусь достаточно спокойно. Я считаю, что любая доходность выше 25% годовых, любая, еще раз подчеркиваю, вполне достойна данного проекта. Будет это 25% годовых, я буду рад. Если это будет 50% годовых, я тоже буду рад. Будет 100% годовых, я тоже этому буду рад. Но любой цифре от 25% годовых и выше я буду очень рад. Почему? Потому что потом пойдут адресные проекты, в которые можно будет вкладываться под доходность не меньше 25% годовых. А я вас уверяю, возьмите калькулятор, умножьте 1.25 на 4, допустим, или на 5, или на 10 раз, потому что один проект будет вызывать второй, второй будет вызывать третий, третий будет вызывать десятый, десятый будет вызывать двадцатый. И вы посмотрите, сколько реально можно заработать денежных средств за 10 лет. То есть я сторонник поступательного накопления дохода на периоде времени. Это все будет происходить по экспоненте, по ускоренной составляющей. Вначале я не жду космических доходностей от основного проекта. Это не главная задача. Главная задача начать реализовываться, внедряться в жизнь и запустить адресные проекты. Вот это я вижу проект так. Я тут вижу вопросы в сети, то есть почему? Давайте посмотрим так. Ну вот пишут, да, у меня почему-то все друзья и знакомые говорят, что Skyway это говно и лохотрон. Я вам скажу так. Я являюсь профессиональным трейдером. Иду вторым в номинации фондовый рынок. Имею доходность 363% за 2 месяца. А как вы думаете, что про меня пишут на Smart Lab? На меня на Smart Lab большая куча долбоебов, извините, пожалуйста, за это выражение, я их по-другому просто называть не могу. А пишут, пишут, что я все это заработал нечестно. Понимаете, вот абсурдность ситуации. На бирже заработать нечестно невозможно. Но они видят, что у меня огромные заработки, сами не могут заработать ни копейки. А так как они заработать не могут, они считают, что и я заработать не могу. Ищут любые поводы, чтобы объяснить, что я заработал нечестно. Любые поводы. Это же просто бред. Просто тотальный бред. Знаете, маленький такой анекдот. У человека спрашивают, ты веришь в Бога? Он говорит, нет, я не верю в Бога. Он говорит, а почему ты не веришь в Бога? А я потому что в Бога, ну я Бога не видел никогда, говорит. А другой говорит, ты знаешь, и тебя тоже нет. Он говорит, как меня нет? Ну ведь кто-то же тебя не видел, значит тебя тоже нет. Понимаете? То есть у людей просто изначально предвзятое отношение к любому успеху, который может быть. А что я этим хочу сказать? Компания Skyway развивается, развивалась и будет развиваться. А сам проект сделан правильно. Самое главное, чтобы вот то, что они, соответственно, делают, продолжало действовать и реализовывалось. Ну, понимаете, финансовые схемы тоже будут оптимизироваться. Привлечение крупных фондов, выход на разные страны. Все будет улучшать и упрощать проект. То есть это тоже момент нужно понимать. А может быть изначально кому-то не нравятся какие-то огромные доходности, которые предсказывает Skyway. Мне тоже не нравятся огромные доходности, которые предсказывает Skyway. Но огромные доходности, которые предсказывает Skyway, это не является лохотроном. Это является завышенным ожиданием. Понимаете? Завышенные ожидания и лохотрон – это совершенно разные вещи. Ну вот, я вижу это так. Виктор, благодарю тебя. Друзья, у нас как раз остается немного времени для того, чтобы ответить на какие-то ваши вопросы, да, и дополнительно я расскажу немного по поводу двух курсов, которые непосредственно вот запустили, ну, наверное, чуть больше месяца назад. А те, кто на наших вебинарах не присутствовал, я думаю, что это будет как раз интересно. Так, давайте я сейчас поделюсь экраном для начала и покажу непосредственно контакты, да, в которых, в принципе, мы размещаем информацию. То есть первая, вот верхняя, это группа ВКонтакте, вот, и вы можете пройти туда, группа абсолютно открытая, и что самое, наверное, одно из самых полезных материалов, которые мы туда уже выложили, это такая мини-брошюрка. Она написана мной в интернете, довольно-таки простыми словами, простым языком, но интересно. Для тех, кто читать не любит, книжка очень маленькая, поэтому времени много не займет. Мы там рассказываем как раз непосредственно о тех вариантах инвестирования, которые есть, ну, разумеется, в первую очередь на российском рынке, так как в основном у нас группа это либо русскоязычное население, да, либо в основном граждане Российской Федерации. Поэтому рассмотрели как раз варианты инвестирования, которые есть, в принципе, на рынке, в первую очередь на российском. Поэтому присоединяйтесь, в принципе, вы можете присоединиться к группе. Сейчас я ссылку скину для тех, кто сейчас у нас в вебинарной комнате есть. Вот, я сейчас скину. Эта группа ВКонтакте, она открытая, вот, и там в разделе документы непосредственно можно будет в формате PDF, это вот мини-клигу, мини-брошюрку скачать. Вот, это по поводу непосредственно группы. Дополнительно там же мы выкладываем записи вот этих открытых вебинаров, вот, открытых вебинаров и информацию как раз, ну, какие-то новости. Ниже вот как раз вы видите почту, на которой, в принципе, можете писать свои вопросы. И эта почта понадобится, если вы хотите стать участником вводного курса. Что такое вводный курс? Это такое, скажем, ну, он называется на то и вводным, да, то есть это именно какие-то базовые понимания инвестирования. Вот в текущий момент с участниками вводного курса мы как раз проходили по поводу открытия брокерских счетов. И вот первый такой месяц занятия, это посвященное облигациям. То есть что такое облигации, плюсы у этого инструмента, какие-то минусы у этого инструмента, где их покупать, как их покупать, когда их покупать. То есть в книжке, разумеется, есть вот понимание, но вот на вебинарах вводного курса мы вот в этом отношении более глубоко, более, скажем так, глубоко эти моменты прорабатываем. Вот, сейчас я тогда демонстрацию пока отключаю, потом еще раз включу в завершение. Для того, чтобы стать участником вводного курса, мы приняли решение сделать следующее. То есть, так как мы сами поддерживаем проект, проект Skyway, да, вот, приняли решение сделать следующее. Для тех, кому интересна, в принципе, тема финансовой грамотности, кто хочет ее изучать, познавать, данный курс будет бонусом. А если у вас выполнены следующие условия, то есть если у вас есть действующая раскрочка в размере 50 долларов и больше, то есть я так думаю, что в основном все являются партнерами Skyway, да, но если вы не являетесь, соответственно, вы как-то попали на вебинар, наверное, вас пригласили, поэтому можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил. Вот, соответственно, если у вас есть действующая раскрочка в размере 50 долларов и больше, то данный курс вы получаете бонусом. Вот, неважно, раскрочка у вас в головной компании, либо же в каком-то из фондов. То есть здесь принципиально, скажем так, чтобы вы непосредственно, как и мы, поддерживали данный проект. Вот, в группе ВКонтакте есть полное описание этого курса и есть пошаговая инструкция, как попасть в эту группу. Поэтому на этом, я думаю, внимания заострять не буду. Вот, единственное, если вот сейчас присутствуют либо в записи, вот, смотри, люди, которые сделали, ну, то есть прочитали, да, вот, или же, но не попали на вводный курс, ну, тут в основном ошибка одна – вы что-то не сделали. То есть либо же скрин не отправили, вот, либо же не отправили запрос в группу. То есть пройдите пошагово еще раз, и, в принципе, как бы на вводный курс вы попадете. Соответственно, вот информация по вводному курсу. Ну, дополнительно мы еще, ну, в текущий момент набор мы не ведем, потому что у нас авторский курс сейчас в самом разгаре. Как раз вот сегодня у нас участники прошли такую максимально большую контрольную работу непосредственно в скором и практике. Что такое авторский курс? Авторский курс – это курс, который непосредственно разработан Виктором, то есть этот курс он преподает на московской бирже, вот, ну, и, в принципе, цель проведения этого авторского курса, ну, первое, разумеется, чтобы участники получили результаты, соответственно, так как он посвящен трейдингу, вот, научились этому виду заработка в качестве основного дохода, дополнительно, и это уже зависит от человека. Ну, и вторая цель – это непосредственно создание команды, команды трейдингу, которая бы занималась управлением, да, соответственно, финансов на вот инвестиционных рынках, на фондовом, на валютном, неважно, под руководством Виктора, ну, и, соответственно, могли бы делать какие-то интересные проекты. Вот, и как раз, Виктор, можно вот в двух словах тоже немножко расскажи вот свое видение, как именно профессионала, как человек, который, в принципе, создавал подобные команды, да, то есть, в принципе, возможности данной команды, что бы она могла делать, и, ну, было бы очень круто, конечно, если бы это было в рамках того же, например, самого Skyway. Виктор? Да, по поводу команды, смотрите, это вообще очень классный проект. Почему? Потому что любой человек, который умеет торговать, это уже здорово, да, то есть он, во-первых, имеет возможность грамотно управлять валютой, и, что уже здорово, да, то есть умеет грамотно использовать возможности фондового рынка, срочного рынка, да, то есть даже где-то опционами, но это уже более сложный рынок, да. Вот, а команда все это может делать более крупными масштабами, да, то есть она может управлять различными деньгами, начиная от крупных инвесторов, да, и заканчивая даже крупными организациями, да, то есть вот. А плюс, соответственно, я считаю, что по мере реализации главного проекта Skyway'а и потом его адресных проектов команда трейдеров всегда найдет место в этом составе, да, то есть будут проекты, которые связаны будут с определенными скупками акций, будут проекты, которые связаны будут с управлениями активами на рынке, да, то есть, естественно, если у фонда будут свои акции на бирже, да, то есть Skyway выйдет на биржу, а рано или поздно это в любом случае произойдет, да, то совершенно неплохо уметь управлять этими акциями на бирже. То есть я считаю, что и в этом направлении тоже команда должна быть. То есть было бы странно, да, то есть чтобы в рамках Skyway'а не было фонда, который, соответственно, бы мог торговать, в том числе и своими активами. Ну вот, считаю так. То есть работа в команде всегда масштабируемая и приносит результат положительный как и для самого фонда, так и для самой команды. То есть в этом случае выигрыши остаются все. Участники команды, тем более, то есть они, по сути, самые главные бенефициары получения доходности, да, получения прибыли и получения новых заказов на реализацию. Да, друзья, хотелось бы, конечно, в первую очередь акцентировать внимание по поводу того, что это непосредственно, скажем так, вот наше видение, да, то есть в принципе все, что вот произносится на вебинаре, да, это в первую очередь, разумеется, какие-то, может быть, наше мнение, как где-то наше видение, да, ну и в принципе, очень бы действительно хотелось создать что-то такое, ну, великое, мощное, да, скажем, создавать какие-то интересные проекты, ну и в принципе в них участвовать. Вот, давайте сейчас, наверное, пройдемся по вопросам и в принципе потихонечку... Да, вот я еще хотел сказать, что, да, то есть по мере того, как SkyWay развивается очень огромными быстрыми темпами, да, хотелось бы, чтобы команда тоже могла соответствовать SkyWay, то есть не хотелось бы, чтобы команда была в зародыше, а SkyWay уже далеко-далеко ушел вперед, хотелось бы, чтобы SkyWay ушел далеко вперед и, соответственно, команда тоже за ним тянулась и за все сил, да, то есть и по возможности от него не отставала. Это было вообще бы идеально, то есть команда как раз под создание самого, ну, вот уже проекта в готовом виде и под адресные проекты была бы вот просто идеальна, да, то есть я думаю, у нас как минимум еще год-полтора есть, да, и дальше уже надо, соответственно, чтобы команда тоже могла работать, потому что проекты SkyWay дольше ждать точно не будут. То есть я думаю, еще годик-полтора для разных обстоятельств понадобится, то есть а там уже, соответственно, нужно будет двигаться достаточно быстрыми темпами, а команда должна реагировать сильнее, сильнее, быстрее, точнее, чем все кто-либо по отдельности. То есть команда это, по сути, знаете, такой, не знаю, локомотив, что ли, да, то есть этого процесса, то есть она должна быть, по сути, во главе всего этого процесса, то есть она должна быть такой надежной опорой Юницкого во всех его планах, во всех начинаниях, связанных с биржевыми процессами. Будь то размещение активов, будь то грамотная скупка, будь то грамотная продажа, будь то, соответственно, грамотное управление. То есть все, что связано с интересом биржи, команда должна реализовывать достаточно качественно и быстро. Команды, еще раз хочу сказать, это не пять человек, то есть которые создали все, То есть это достаточно, не знаю, большая часть, которая состоять может из 15, из 20 человек. Просто это будет несколько команд, которые будут выполнять. Так, ну вот я вроде двух немножко отрегулировала, должно быть слышно получше. Я в чате сообщения читаю. Ну, на самом деле, говорить можно об этом много, да, есть желание, и, в принципе, мы в этом направлении двигаемся. Так, плюсики, ага, это я так понимаю, слышно мне стало лучше. И вот как раз, то есть по сути, для чего устраивался вводный курс, да, для того, чтобы максимально мы могли быть, ну, чем можем полезным данному проекту. Но, опять же, понимание какое, то есть не у всех есть именно вот эта, ну, то есть финансовая грамотность, да. А так как все-таки мы являемся инвесторами непосредственно, вот, хотелось бы, чтобы максимальное количество людей были максимально финансово неграмотными. Вот, поэтому, в принципе, вводный курс, и, как бы, ну, хотелось его создать, и, в принципе, мы это делаем, да, именно с этой точки зрения. Вот, почему мы сделали его бонусом, ну, то есть понятно, да, ну, а почему просто вопросы, сейчас тоже прочитала в личку, вот, по поводу, там, почему 50 долларов, а не меньше, да. Ну, на самом деле, опять же, чтобы было понимание, в данном случае это тот пакет, который непосредственно, то есть этот пакет является вашим пакетом, да, то есть вы являетесь полностью его собственником, вот. Но в данном случае, ну, я думаю, что 50 долларов в месяц активной рассрочки, это не такая огромная сумма, которую, в принципе, скажем так, нельзя себе позволить для того, чтобы, ну, реально как-то вот поддержать и, скажем, проект, да, ну, и, в принципе, получить в данном случае вводный курс бонуса. Это вот ответ на вопрос. По поводу того, что, так, следующий вопрос, сейчас, секундочку, когда можно подключиться к следующему потоку авторского, вводный мне понравился, очень полезно оказалось. Александр пишет, вот, здорово, что вводный вам понравился, мы очень рады. Вот, к следующему потоку авторского курса, в принципе, вы можете оставить заявку, да, но мы планируем не раньше января, однозначно. То есть тут, как бы, ставка не на быстроту, да, и количество, а на качество, вот, так как сейчас теоретическую часть мы только закончили, и, соответственно, практику только начинаем, то есть не раньше января месяца. Ну, и плюс, как вы уже сказали, что группа будет ограничена, потому что работа ведется очень, ну, практически в индивидуальном порядке, да, мы с такими общаемся, работаем, вот, поэтому больше определенного количества мы взять не сможем, чтобы не пострадало именно качество обучения. Вот, это вот ответ на, Александр, ваш вопрос. Так, ага, все, тут уже Виктор ответил. Друзья, ну, тогда, если есть вопросы, пожалуйста, поставьте, ой, если вопросов нет, пожалуйста, поставьте тогда, наверное, в чате плюсики, вот, если есть вопросы, то пишите, ну, и, в принципе, будем потихонечку завершать наш воскресный вебинар. Да, по поводу времени мы тут экспериментировали, экспериментировали, да, вот, как лучше все-таки сделать, и все-таки пришли к решению, что для воскресных открытых вебинаров вот время 20, ой, по Москве 19.00, оно останется постоянным. То есть мы снова вернулись к времени 19.00, и, как бы, эти вебинары открытые будут проходить за это время. Вот, по воскресеньям, ну, соответственно, по этой связи. Так, отлично, благодарю вас за вашу обратную связь. Вот, ну, и, в принципе, немножко, скажем так, таких небольших новостей в плане вот предстоящих поездок. Мы планируем, то есть окончательные решения будут завтра, послезавтра, но мы планируем в Москве 3-го числа сделать открытую встречу, вот, что-то наподобие той, которая проходит на вебинаре, да, но более масштабную, более глубокую, да, ну, и, соответственно, она будет в живом формате. Виктор будет в Москве, как раз у него по московской визе будет проходить обучение, ну, и, в принципе, планируем дополнительно вот для москвичей, либо для тех, кто будет в Москве в этот момент, да, провести такую встречу. По времени и месту пока уточняется. Вот, ну, и плюс 10-го, 11-го числа, да, кто не знает, соответственно, сообщаю, вот, кто знает, напоминаю, в Санкт-Петербурге будет очень большая конференция очень больших масштабов, я думаю, что мега интересно, который проводит фонд Capital, в принципе, фонд, с которым мы сотрудничаем, вот, и тоже сейчас, ну, планируем, чтобы Виктор непосредственно выступил на это мероприятие, рассказал именно свое видение с точки зрения финансов, с точки зрения именно того направления, той деятельности, которой он занимается в отношении Skyway, ну, поподробнее, побольше, поинтереснее. Вот, поэтому приглашаю всех там из города Санкт-Петербурга, вот, ну, даже если не из города, в прекрасный город будет лишний повод еще раз там побывать, вот, на это мероприятие. Подробности есть, в принципе, в кабинете, там по стоимости, по всему остальному, вот, поэтому будете, как говорится, в Санкт-Петербурге, так, сейчас, в Москве гости, не партнеры, могут быть? Сейчас по Москве отвечу, да, будете в Санкт-Петербурге, с удовольствием так же встретимся, пообщаемся, зададите вопросы, так просто поговорим. В Москве гости, не партнеры, могут быть? Да, планируется, чтобы это было открыто. Ну, смотрите, давайте я на всякий случай выставлю свой Skype, да, чтобы, если что, могли написать. В чате сейчас напишу, это мой Skype. В общем, по Москве мы завтра, послезавтра окончательно определимся, но вообще, как бы, есть мысль, чтобы это было абсолютно открытое мероприятие, на которое могли прийти как гости, не партнеры, ну, и, соответственно, так и партнеры. Ну, вроде бы все. Друзья, тогда еще раз благодарим за внимание, всего вам доброго, вот. И следите, пожалуйста, за информацией, так как Виктор будет в командировке, либо время будет меняться мероприятие, либо же на время, пока, ну, непосредственно будут вот эти поездки, может быть, воскресные вебинары будут отменены. Пока еще не решили, будем смотреть, как там будет с интернетом и со временем. Поэтому в группе ВКонтакте, давайте я еще раз, если кто-то в записи будет слушать, я на экране демонстрирую, да, вот в группе ВКонтакте мы будем информацию выкладывать по вот воскресному вебинару на следующей неделе. Будет возможность время интернет выйти, мы обязательно выйдем из Москвы, проведем вебинар. Не будет, ну, что-нибудь там придумаем. Вот, все, еще раз всем спасибо, всем. Большое всем спасибо, до свидания и до новых встреч. Желаю, чтобы это время, которое, соответственно, будет до нашей следующей встречи, прошло очень полезно, да, и для Skyway, и у каждого из вас в семье. Здоровья вам и... Субтитры сделал DimaTorzok